Наша принятая нами программа дала свои результаты. И сегодня эти результаты отмечены не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Международной глобальной комиссией, Альянсом общественного здоровья, это не правительственные международные организации, весомые организации, которые как раз посвятили свою деятельность в борьбе с таким злом, как наркомания, распространение ВИЧ-инфекции, туберкулеза, гепатита, опасными инфекциями. Я рад, что наша работа и принятая программа дала практические результаты, которые сегодня замечены, как я уже сказал, такими весомыми международными организациями. Я хотел бы представить слово нашему гостю из Швейцарии, Джейкоб Хуберт, международный эксперт по вопросам снижения вреда, руководитель неправительственной организации ЛИЦИТ, первым, прошу внимания, первым в Европе внедрил комнаты свободного употребления наркотиков, первым в мире остановил наркоупотребление. И остановил наркосцену на улицах Берна в Швейцарии. Экс-депутат Национального парламента Швейцарии, консультант мэра Берна по вопросам здравоохранения и социальной поддержки. Давайте его поприветствуем. Спасибо, Джейкоб. Большое спасибо за то, что у меня есть эта возможность. И я тоже очень рада, что случилось в вашем городе. Мне очень жаль, что в вашем городе случилось такое горе. Вы знаете, ВИЧ-инфекция, туберкулез, это очень обширная тема. 30 лет назад в Швейцарии ситуация была очень плохая. В общественных местах наркоманы делали себе уколы. Полиция пыталась их останавливать, арестовывать, но мы застряли. Видите фотографии? Это было все работы полиции, все, что мы делали, реабилитация. Вот смотрите, пожалуйста, на фотографии. Там показано то, что мы делали. Мы ввели программы реабилитации, детоксикации. Мы понимали, что это большая работа. Но мы также поняли со временем, что мы не можем достичь, не можем охватить своей работой 90% наркозависимых. И мы также поняли, что наркозависимость – это хроническое заболевание. Поэтому нам нужно лечить этих людей, а не наказывать. И самым первым шагом было достучаться до этих людей, сделать так, чтобы они нас услышали. Общественная организация, которой я руководил, сделала на то время совершенно революционный шаг. Мы открыли кабинет безопасного употребления наркотиков для наркозависимых в городе Берни. Это был первый в истории случай, когда наркозависимые могли употреблять наркотики безопасно под надзором медработников. И полиция, наша полиция, имеет другую задачу. Они уже не борются с наркоманами. Они борются с так называемой крупной рыбой, с крупными наркоторговцами, с организованными преступными группировками. И они, естественно, отвечают за общественный порядок, за безопасность в общественных местах. Путем принятия такой стратегии нам удалось остановить эпидемию ВИЧ. У нас уже не бывает случаев смерти от передозировки, в том числе и смерти просто на улицах. И что самое главное, мы работаем вместе. Полицейские, социальные работники, медицинские службы, движемся в одном направлении. И количество преступлений, совершенных наркозависимыми, уменьшилось на 70%. Таким образом, у нас есть модель, которая работает. Но наркотики все равно есть. Наркотики всегда будут. Поэтому нам нужно как-то работать с этой проблемой. И полиция вместе с медицинскими и социальными службами делает хорошее дело. Но мы также отдаем себе отчет в том, что мы находимся только на половине пути. Наша главная цель – это уйти от запрета. Мы несем ответственность за наших людей, за наше население, поэтому мы также должны нести ответственность за то, что они потребляют. У нас сейчас есть законодательное регулирование употребления героина и медицинского каннабиса. И мы стремимся к тому, чтобы законодательно регулировать все наркотические вещества. Наркозависимые – это уязвимая группа населения, и мы хотим, чтобы они ушли от черного рынка. Потому что черный рынок – это всегда опасность. Я знаю, что это сложный вопрос, и у каждого могут быть свои мысли на этот счет. Но мы, швейцарцы, мы не настолько лучшие, мы не самые лучшие. Мы также любим, чтобы были какие-то большие мероприятия, крупномасштабные мероприятия. Но мы любим шоколад, мы любим шоколад, мы любим все это. И мы любим, что наши города и улицы правильные, они чистые. И мы очень любим порядок на улицах наших городов, чтобы там было чисто, чтобы там был порядок. Мы очень правильный народ. И поэтому мы предпринимаем такой последовательный подход в этом вопросе. И также, я думаю, что мы христиане, большинство христиане. Поэтому мы боремся за не эксклюзив, за интеграцию. Мы боремся за здоровье и социальную интеграцию. Конечно, все это вызывает большое количество вопросов. Но в конечном итоге мы боремся за социальную интеграцию и за здоровье нации. Поэтому я надеюсь, что мы можем продолжить диалог в будущем. И провести еще один проект здесь, в Восточной Европе. Как уже упоминал ваш мэр. И это очень long way to go. Мы не очень успешны до сегодня. Это очень long way to go. Мы имеем много HIV, мы имеем много ТВ, мы имеем много drugs, которые используются в преследовании. Мы уже не находимся. И у нас еще впереди долгий, долгий путь. Потому что мы еще не достигли своих целей. У нас все еще есть много наркозависимых. У нас есть люди, которые являются носителями ВИЧ, которые болеют туберкулезом. Мы еще в самом начале пути. Но самое главное, мы, человечество, мы испытываем сочувствие и заинтересованность. Вот здесь я привез специальную награду. Это награда за участие, за заинтересованность, за проявленное участие к уязвимым людям. И от имени проекта по уменьшению ряда, я хотел бы вручить эту награду вашему городскому голове. Но это награда не только мэру, это награда и вам, и вообще всему. Городу Одессе, всему населению города. Это символ. Спасибо.